Вероятно, в жизни каждого человека, достигшего хотя бы какой-то умственной зрелости, в момент, когда он не обременен повседневной рутиной и решением жизненно важных вопросов, хотя бы на краткий миг возникает вопрос о том, насколько сложен окружающий его мир и из каких мелочей он состоит. Возможно, у особенно творчески одаренных людей даже возникают визуальные образы, например, как муравей тащит в десятеро превосходящую его по массе травинку, или как огромный гранитный валун под действием эрозии рассыпается в мелкий песок за миллионы лет, или как будто бы в проекции биологической эволюции из одной маленькой клетки формируется и растет настоящий человек. Да, собственно, и в самом процессе эволюции животного мира все так же складывается из мелочей, порой отличим их друг от друга лишь небольшими нюансами. Приветствую, друзья! Меня зовут Даниил, и это канал «Помни о предках. Палеонтология». И сегодня, в последний день уходящего 2022 года, я хотел бы раскрыть тему эволюции ранних млекопитающих несколько более шире и глубже. Но прежде чем начать, я в очередной раз прошу вас сделать то малое, что так просто для вас, и так важно для дальнейшей жизни этого проекта. А, собственно, подписаться на канал, поставить лайк и написать небольшой комментарий под роликом, что, надеюсь, поможет ему лучше ранжироваться в алгоритмах Ютуба, а каналу быстрее развиваться. Ну а подписчикам на Бусти моя отдельная благодарность. Кроме вас, проект фактически не имеет финансовой поддержки. Спасибо! Ну а теперь давайте посмотрим, кто же находится в промежутке филогенетической систематики между стволовыми млекопитающими и териями. Поехали! Обычно, когда в научно-популярной или околонаучной среде рассматривают базальных млекопитающих или кладу мамалия, то их, как правило, делят на монотремат, алатериев и териев, куда входят сумчатые или метатерии, а также плацентарные или эутерии. И в целом это дает достаточно широкую для обывателя картину развития наших дальних родственников, до времени прозябающих в тени динозавров. Вот только между условным марганукодоном, которого, как правило, представляют лицом группы мамалия-аморфы и териями, существует значительное количество находок, которых ученые не могут отнести ни к териям, ни к однопроходным и даже алатериям. А ведь путь этот довольно ветвист, хотя и находки представлены в основном зубами и фрагментами краниального скелета. Но всех этих тереоформ, галатерий, кладотерий и прочих зотерий мы рассмотрим как-нибудь в другие разы. А сегодня мне бы хотелось разобрать две недавние работы, еще чуть более приоткрывающие взгляд на картину происхождения сумчатых и плацентарных. А поэтому говорить мы будем об их непосредственных предшественниках – трибосфенидах. Вообще, термин трибосфениды был предложен уже упоминавшимся недавно в ролике про медведей Малькомом Макеной аж в 1975 году и продублирован в его книге уже 1997 года издания «Классификация млекопитающих выше видового уровня». Отсюда стоит понимать, что критерии, по которым этот, безусловно, даровитый палеонтолог определял границы данной группы животных, далеки от идеальных, и рассматривать трибосфенид с точки зрения клазистического анализа требуется с большим вниманием и осторожностью. Ведь их морфологические признаки, например, строение зубов, встречаются у такой не совсем валидной группы млекопитающих, как австралосфениды, которым некоторые исследователи приписывали независимое приобретение таковых признаков и предковость относительно монотремата. Пока другая группа исследователей, на работы которой мы и будем сегодня ориентироваться, не опровергла эту гипотезу. Итак, обе работы выпущены в 2022 году весьма плодовитым коллективом под руководством Тимоти Фланери и опубликованные в австралозийском палеонтологическом журнале «Алтщеринга». В первой работе, датированной мартом этого года, отмечается, что морфология зубов, тех самых австралосфенит и наиболее ранне датированного однопроходного из Нижнего Мела Австралии Тейна Лофаса разительно отличаются друг от друга, например, тем, что у ископаемых монотремат нет рибосфеновое строение зубов, а косточки внутреннего уха все еще связаны с нижней челюстью меккелевым хрящом, чего не наблюдается у более древних австралосфенит. Следовательно, однопроходные имеют мало общего с остальными австралосфенитами, которых авторы интерпретируют как южную гондванскую линию трибосфенит уже в ноябрьской работе. Можно, конечно, сказать, что это всего лишь пара исследований от одних и тех же людей, однако доводы, приведенные в них, смотрятся гораздо более убедительно, нежели работа 2001 года под руководством Джесси Луо, приведшая к появлению такой группы, как австралосфениды, ввиду отсутствия более современных данных и желания преподнести сенсацию. Ну и самое время пояснить, кто же они такие. Трибосфениды – это кладо млекопитающих, считающиеся непосредственно предковой для всех териев, а также нескольких отдельных групп, по-видимому, не оставивших потомков. Основным признаком трибосфенид является строение маляров со своеобразной морфологией трех бугорков, образующих в горизонтальном сечении неравносторонний треугольник с особенно выраженным протоконидом или околоязычным бугорком и таланидом или дополнительным выступом зуба с независимыми бугорками. Именно такие зубы встречаются у всех базальных и не очень териев. Также дополнительными признаками служат достаточно прогрессивное строение внутреннего уха, где слуховые косточки уже отделились от зубной кости, а еще строение лопаток и задних конечностей, если таковые найдены. Находки трибосфенид можно разделить на более ранние, датированные Нижний Юрой Нижним Мелом в промежутке 174-100 миллионов лет назад с происхождением из разных частей гондваны, именно их обычно и относят к австралосфенидам. И по мнению авторов рассматриваемые работы их более поздних северных потомков из Лавразии – бореосфенид, с датировкой от 145 миллионов лет назад, то есть с Нижнего Мела. Таким образом, доказав отсутствие схожих признаков у однопроходных и австралосфенид, Фланери и компания выводят происхождение бореосфенид к южным австралосфенидам, а точнее к той их части, что существовало в Нижний и Средний Юре в Южной Америке. Юрские и меловые австралийцы, мадагаскарцы и индостанцы вероятнее всего являлись сестринскими группами для лавразийских родственников, что по сути делает родиной Терриев Южную Америку и еще более укрепляет гипотезу их происхождение в ранней Юре в промежутке 180-170 миллионов лет назад. Но, рассмотрев внимательно все эти находки мезозойских млекобитающих, способные поместиться в небольшой чемоданчик, особо одаренные незрелым скептицизмом, часто соседствующим в одной голове с фанатичным идеализмом, могут потребовать пояснить, а как это вы там что-то разглядели и узнали по этим зубам и ошметкам челюстей. А ведь и правда, как? По сравнению с находками динозавров и прочих мезозойских завропсид, их млекопитающие современники, по крайней мере те, что найдены в юрских слоях, представлены настолько скудными образцами, что сердце начинает щемить от обиды, а на глаза накатывается скупая мужеская слеза. На самом деле, даже этого малого хватает специалистам, чтобы делать важные выводы. К тому же, с каждым годом подобных находок становится все больше, а многие гипотезы в основном подтверждаются. Все дело в том, что млекопитающие мезозои, вопреки всеобщему далекому от палеонтологии мнению, не просто бегали в подстилки леса и в тени динозавров, а активно развивались, пробуя разнообразные эволюционные приспособления, которые в частности хорошо видны в строении их сложных дифференцированных зубов. Ну а небольшие размеры, быстрый метаболизм и короткий в связи с этим срок жизни только ускоряли эволюционные изменения. Ведь за время жизни одного поколения условного крупного терапода млекопитающие могли позволить себе с десяток смен поколений, получив к концу мелового периода как минимум четыре крупные успешные таксономические группы и приличную эволюционную инерцию, позволившую занять высвободившиеся трофические ниши в очень краткий период. А тем временем в моем часовом поясе уже наступил 2023 год, с чем я хотел бы вас всех поздравить, но боюсь, что страшный и идиотски безумный 2022 может показаться нам лишь дурным сном по сравнению с тем, что ждет все человечество в этом уже новом году. Поэтому я желаю вам просто выжить, чтобы снова увидеться через 365 дней и надеюсь порадоваться тому, что я ошибался в своих предсказаниях. А еще я прошу вас помнить о том, что не бывает неправильных языков, разрезав глаз, цвета кожи или какой-то не той крови. Все мы гомо сапиенс, все 8 миллиардов. И нам нечего делить на этой планете, ведь она способна прокормить гораздо больше. Помните о том, что те, кто пытается разделить человечество по любым признакам, будь то язык, великая история, религиозные убеждения и прочая лабуда, всего-навсего хотят в очередной раз ограбить вас, созерцаясь за происходящим с высоты своего положения. Но самый большой вред несут не они, а те из вас, кто снизу поддакивает им и помогает усуществлять этот грабеж, эту ненависть, эту войну. Не дайте снова одурачить себя, сплотитесь как единое целое человечество, которому нечего терять, кроме собственных оков, против тех, кто желает лишь обогащаться за ваш счет. Иначе нас всех ждет варварство и гибель. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова